Итак, решил записать очередное видео. Как вы знаете, моя тема образования, но вот есть несколько новых мыслей об образовании и обществе. Давайте начнём. Вот услышал недавно такого Юрия Чудновского из Киева, футуролога и архитектора. Вот буквально следующая мысль. Вот главная задача настоящего и тех, кто контролирует настоящее, предотвратить наступление будущего, поскольку в будущем эти персоны не нужны ни в каком качестве. Давайте спроецируем это на нашу тему. И вот моя формула. Общество лечить так же трудно, как отдельного человека. Взялся лечить одну болезнь, а она оказывается лишь следствием второй, вторая, третья, а та в свою очередь и так далее. И вернёмся всё-таки к теме образования. И представим себе современное общество, как систему, как живой организм. И мысленно давайте попробуем удалить подсистему, которая называется школа. Попробуем? Если удалить школу, то окажется, что ребёнок всё-таки хочет куда-то в какую-то школу, потому что есть ещё две стороны. Это трехсторонняя конструкция, школа с одной стороны, с другой стороны семья и с третьей государства. И они, в общем, работают вместе, чтобы направить ребёнка в определённую колею. Это реальные общественные структуры. Если мы уберём школу или построим другую школу, всё равно вот эти государства и вот эта семья не даст нам выйти за пределы известного сегодня. Но это структуры, наверное, реализуют какие-то функции. Давайте посмотрим, какие функции здесь лежат. Школа – это прежде всего содержание. Когда-то она была монополистом, она держала всё. Но сейчас это настолько уже неправда, настолько это не соответствует реальности, что даже стыдно и обидно за такую школу. Тем не менее, есть государство, которое организует давление. И семья, которая организует минимальный контекст общения, социальную среду, без которого ребёнок не может ни кушать, ни отдыхать, ни сохранять здоровье. И вот эти давления и общения ограничивают нас. Поэтому, если менять, то надо менять все три части сразу. Что значит менять? Менять, значит, привлечь какой-то новый ресурс. А у нас какой ресурс с вами? У нас есть ресурс под названием интернет. И мы можем к этим трем частям подобрать новые интернетные или интернет-обеспеченные инфраструктуры. Мы можем создать такие инфраструктуры. Вот есть три проекта. Один проект называется Sky School. Он как раз про содержание образования. Я начал его год назад. Сейчас он уже существует в облаке. Это такой интегратор знаний, интегратор содержания. Второй проект, который я начал месяц назад, но он уже в облаке существует. Называется Эд Юбер. Он позволяет организовать на местах семьи педагогические кадры, всякие ресурсы на местах. Чтобы этот самый контекст втянулся в некое новое отношение к образованию. И третья часть, которая взаёт некоторую рамку. Потому что если просто содержание и просто развитие в семье, то непонятно на что ориентироваться. Должны быть некоторые рамки. Эти рамки могут быть многочисленные, разнообразные. И они должны отражать те профессиональные сообщества, к которым может в будущем примкнуть ребёнок, если захочет. Если ты хочешь стать математиком, то тебе нужно знать вот это и вот это. Если ты хочешь стать историком, то нужно знать вот это и вот это. И так далее. Вот эти рамки, они должны быть. Они должны быть доступны всем. Не надо выбирать один раз и потом на всю жизнь с этой профессией жить. Надо всегда иметь возможность сверить свои знания, свои желания с разными профессиями, с разными рамками. Вот эту систему я... Рабочее название ей дал такой кузер, хотя это слово в общем уже используется. То есть проверь себя. Вот в чём смысл этой подсистемы. Это будет, очевидно, третий проект. Давайте думать вместе. Давайте поможем будущему войти в наш мир вместе. И присоединяйтесь, потому что эти проекты требуют вашего участия, ваших мыслей, ваших пальцев на клавиатуре. До новых встреч, друзья.